Всем привет! Добро пожаловать в подробный гид по иммиграции в Новую Зеландию. Меня зовут Денис и на моем канале вы найдете много полезной и интересной информации об этой прекрасной стране. Я показываю, как тут устроены города, сколько обходится жизнь в наших краях, какие интересные люди тут живут и много всего еще. Пользуйтесь плейлистами на моем канале, чтобы находить нужную и интересную для вас информацию. Но в этом видео, не откладывая в долгий ящик, я расскажу, как вы можете к нам попасть. Новозеландский паспорт один из самых привлекательных в мире. И не только потому, что он очень стильно выглядит, но и потому, что он дает множество свободы в передвижении, а также уважаем по всему миру. Что подтверждается высоким местом в международном рейтинге паспортов. Чтобы стать гражданином Новой Зеландии и обзавестись заветным документом, сначала нужно получить, как это здесь принято называть, резиденство. Либо ПМЖ, если для вас такая формулировка привычнее. И прожить в этом статусе необходимо 5 лет. При этом не выезжая из страны на дольше, чем суммарно 125 дней в каждом году за этот срок. Что же необходимо для получения резиденства? Есть несколько основных вариантов, как вы можете на него претендовать. Вариант 1. Через профессиональную иммиграцию. То есть, если найдете работу в Новой Зеландии по своей специальности. Вариант 2. Через открытие или покупку бизнеса. Вариант 3. Через инвестиции. И вариант 4. Через партнерство или супружество с человеком, у которого уже есть резиденство или гражданство Новой Зеландии. В этом случае, я думаю, все понятно. Отношение дело тонкое. Мы же разберем 3 первых варианта и начнем с самого распространенного. Иммиграция через профессию. Вам нужно уже обладать или заполучить какую-то специальность, а затем найти аккредитованного на найм иностранных специалистов работодателя, который достаточно мотивирован, чтобы помочь вам с оформлением необходимых виз. Для большинства людей это довольно непростая задача. Потому сюда и не могут приехать все подряд. Иммиграционная система так устроена, что здесь могут остаться только нашедшие себе применения люди. Но найти работу по специальности это первый и основной квест, который необходимо пройти успешному иммигранту. Прийти к этому можно по-разному. И я расскажу, как могут выглядеть эти шаги. Мне нравится называть это планы. План А. Ищем работу, даже находясь вне Новой Зеландии. Шансы на успех совсем не высоки. Но есть универсальные специальности, которые имеют преимущество перед остальными. Например, IT-специалистам по сути почти без разницы. Их работа не особо меняется от местонахождения офиса и компаний. Частенько вижу успешно находящих работу инженеров некоторых направлений, строителей и людей из различных рабочих специальностей, вроде сварщиков, кровельщиков и так далее. О том, как правильно искать работу в Новой Зеландии, на нашем сайте Kiwi Education есть полезная статья. Там вы найдете информацию и ссылки на бесплатные ресурсы, а также подробнейший и проверенный эффективный онлайн-курс. Ссылка будет в описании под этим роликом. План B. Если заполучить приглашение на работу не удалось, а такое вполне возможно, потому как далеко не все работодатели хотят рисковать наймом далекого иностранца и помогать ему с оформлением визы, можно воспользоваться альтернативными вариантами. Например, языковые курсы. Зачастую именно английский становится основным препятствием для трудоустройства. Причем это касается всех англоязычных стран, не только Новой Зеландии. Следовательно, хорошей идеей будет заняться языком. Конечно, это можно делать и находясь дома. Например, у нас есть своя онлайн-школа английского Kiwi Education. Если нужно, обращайтесь, ссылки в описании под видео. Но можно поехать учить язык и в Новую Зеландию. Это точно будет полезным и интересным мероприятием. Но кроме того, находясь уже в Новой Зеландии, несколько повышаются шансы найти аккредитованного работодателя. Это по-прежнему ничего не гарантирует, но появляется зацепка, так как вы показали свою серьезность, приехав в страну. А также можете лично показаться на собеседовании и доказать свою профпригодность вживую. Впрочем, я должен отметить, что получить студенческую визу на учебу на курсах в Новой Зеландии может быть порой непросто. Нужно будет как следует постараться, чтобы показать свою надежность и финансовую стабильность. Убедить иммиграционного офицера в искренности своих намерений на обучение. А также в том, что дома у вас все хорошо, и вы можете туда вернуться, если и когда у вас закончится виза. К тому же, по этому пути сложнее поехать сразу всей семьей. Стоимость языковых курсов варьируется от 200 до 500 новозеландских долларов за каждую неделю обучения. И количество недель выбираете вы сами. План С. Если у вас есть дети, и вы рассматриваете возможность хотя бы какое-то время пожить в Новой Зеландии, неплохим вариантом может быть общеобразовательная школа для детей и подростков. Ваш ребенок в возрасте от 5 до 18 лет может поехать учиться в Новой Зеландию на какой-то срок, на семестр, полгода или даже больше. При этом один из родителей может претендовать на опекунскую визу для сопровождения ребенка. К сожалению, не оба родителя, а только кто-то один. Кроме того, такую опекунскую визу нельзя поменять на другую, не выезжая из страны, но можно продлевать на месте. Впрочем, если вдруг вам поступит приглашение на работу от аккредитованного работодателя, вы можете выехать из Новой Зеландии и запустить процесс получения рабочей визы удаленно. Стоимость учебы в большинстве новозеландских школ варьируется в пределах 15-20 новозеландских тысяч долларов в год. Но есть и более дорогие престижные варианты. План D. Профессиональное обучение. И это наиболее надежный из имеющихся вариантов, но для него у вас должен быть достаточно английский на уровне IELTS 6.6.5 или какого-то аналогичного теста. Например, если у вас уже есть специальное или еще лучшее высшее образование, можно поехать на повышение квалификации. Наиболее распространены программы магистратуры, они длятся год, полтора или два в зависимости от специальности и вуза. Если же имеющееся у вас образование не соответствует вашему опыту работы и намерениям на повышение квалификации, в зависимости от обстоятельств некоторые вузы все равно могут принять вас на свои программы за счет стажа. Или, например, хорошего портфолио, если ваша специальность творческая. Если же у вас нет никакого образования, то можно учиться и с нуля. Это займет 2 или 3 года, также в зависимости от программы. Иногда бывает и дольше. И вот если программа подобна правильно, то по ее окончанию вы можете претендовать на пост-стадии ворквиза на срок от 1 года до 3 лет. И имея на руках помимо такой открытой рабочей визы местный диплом, понимание вашей индустрии, возможно приобретенный за время учебы опыт подработки, а также связи и полезные знакомства, шансы на трудоустройство сильно увеличиваются вместе с привлекательностью среди работодателей. Причем по такой визе поначалу можно работать даже на тех, кто не аккредитован на найм иностранных специалистов. Но прийти к этому со временем, если вы захотите подаваться на резидентство в дальнейшем. И еще одно преимущество данного пути, по нему проще приехать всей семьей. Условия и типы виз могут отличаться в зависимости от программы, тут надо разбираться индивидуально. Но в случаях с магистратурой, например, партнер студента получает открытую рабочую визу, то есть сможет начать пополнять семейный бюджет, работая где угодно. А дети на этом основании могут учиться в государственных школах и вовсе бесплатно. С различными скидками, к которым мы имеем доступ, год профессиональной учебы может начинаться от где-то 15 тысяч новозеландских долларов в год. Но в среднем колеблется вилки между 20 и 40 тысячами в год, в зависимости от уровня вуза. Также учитывайте, что помимо денег на учебу, при подаче на визу вам нужно показать иммиграционному офицеру, что у вас достаточно средств и на проживание. К примеру, на основного заявителя требуется сумма в расчете от 20 тысяч новозеландских долларов на каждый год нахождения в стране. На дополнительных членов семьи нужно уже поменьше. Иногда нас спрашивают, можно ли приехать в Новую Зеландию по визитерской визе и остаться. И мы не рекомендуем такой вариант. Во-первых, такие визы подразумевают своей целью не поиск работы, а туризм. Во-вторых, элементарно, скорее всего, будет недостаточно времени, чтобы найти подходящего работодателя и оформить все документы. Помните, что в Новой Зеландии большинство людей и компаний работают довольно неспешно. Вот такие 4 возможных плана, которые с разной долей вероятности имеют шансы привести вас к необходимому трудоустройству по имеющейся у вас специальности. Вы можете начать реализовывать их постепенно. Например, поискать работу удаленно. Если не получится, поехать подтягивать язык и посмотреть страну изнутри, изучить рынок труда. А если не получится найти работу и на месте, то после этого пойти на повышение квалификации. И это приведет вас к рабочей визе, что значительно упростит трудоустройство. Либо вы можете сразу сосредоточиться на последнем пункте, например. Про переезд через обучение у нас на сайте есть очень важная и полезная статья. Крайне рекомендую ознакомиться. Там вы найдете информацию о стоимости и разнице учебных заведений, ссылки на подборки языковых школ, а также отдельные статьи для специалистов из разных направлений с примерами программ обучения. Кроме того, крайне важно, чтобы вы также самостоятельно изучили непосредственно процесс получения резидентства через профессиональную категорию. Об этом у нас также есть и статья, и видео, если вам так удобнее. Там много нюансов по специальностям, по баллам и прочим деталям. Помните, что планирование всего наперед – это ваша ответственность, и к этому нужно подойти максимально внимательно. Все необходимые ссылки также в описании под этим видео. Теперь немного про бизнес-эмиграцию. Это одна из самых хлопотных и рискованных виз. В теории минимальные требования к вложениям всего 100 тысяч новозеландских долларов. Но на деле это бальная система, в которой вам вряд ли хватит такой суммы. Но наибольший риск заключается даже не в этом, а в том, что уже после одобрения вашего бизнес-плана и выдачи визы, через 2 года вам нужно доказать, что все пошло по этому самому плану. И думаю, многие из вас понимают, что так происходит далеко не всегда. А значит, остается риск потратить много денег и времени, но не получить резидентство. Потому из нашего опыта этим способом пользуются чаще те, кто покупает уже готовый стабильный бизнес Новой Зеландии, нежели открывает новый с высокими рисками. В общем, читайте подробнее у нас на сайте, ссылочка также в описании под роликом. И, наконец, инвесторская категория. Тут буду краток. В зависимости от типа инвестиций требуется вложить от 5 до 15 миллионов новозеландских долларов на 4 года. Отличная категория, я считаю. И зарабатываешь, и получаешь резидентство, осталось найти необходимую сумму. Ссылку на описание программы, как обычно, приведу под видео. Подача на визы в данный момент осуществляется онлайн. Вы можете сделать все самостоятельно на сайте Immigration New Zealand, либо воспользоваться нашими сервисами. За более чем 10 лет работы в этой индустрии мы знаем, как добиваться нужного результата. И поверьте, в этих вопросах так много мелких, но очень важных нюансов, что без опыта учесть это практически нереально. Потому у нас выше шансы получить заветную визу. Больше вероятность найти выгодное предложение по обучению. Так что мы зачастую экономим нашим клиентам не только деньги, но и время вместе с нервами. Наши эксперты, образовательные консультанты и иммиграционные юристы будут рады предоставить вам свои услуги. Если заинтересованы, не откладывайте, планируйте все заранее и оставляйте заявку на консультацию на сайте KiwiDication. Ну а я говорю, до свидания, до новых встреч на канале или непосредственно в Новой Зеландии. Пока-пока.